Всем привет! Сегодня такой денёк у меня, единственный свободный выходной. Сегодня, наверное, всё-таки что-то поснимаю, потому что в предыдущие дни не получалось так вот снимать, как именно я хотела, да, по полочкам всё. Сегодня всех отправила в садик, дочка ушла в школу, муж на работе. В общем, сейчас займусь, сходила в магазин, сейчас буду кушать, готовить, потом буду заниматься с Лесли Сансен ходьбой, потому что все эти дни, наверное, дня три я не занималась, потому что у меня просто не было времени, как бы вообще ни минутки вот так вот даже позаниматься, потому что была работа постоянно. Вот, ещё мне нужно перегладить и перестирать кучу белья. Вот тебе и выходной, женщина. Кстати, купила новые батарейки в весы, как назло, начала худеть и в весах села батарейка, поэтому сейчас поменяю и хочу взвеситься всё-таки, сколько же я уже вешу. Так, она покупала всего опять колбаса сейчас по скидкам, в гроссе к нам зашла в наш магазин местный. Так, булка, батон, майонез, эти йогурты у меня дети любят иногда на перекус поесть, поэтому взяла. Так, это котлеты, если не будет сейчас много времени. Я хотела пожарить картошечку с грибами, ну и котлетки отдельно, так, чтобы что-то из мясного было моим. Так, купила замазку себе, мне нужно для работы, там перечёркиваю, дочка мою замазку забрала. Вот, замазку купила, купила такой плавленый сыр Мэрэ Вайк. Первый раз вижу в такой большой упаковке, может, я не обращала внимания, но вот взяла. Это тоже я с этим плавленым сыром делала себе пюре из цветной капусты, добавляла туда, очень вкусно. Взяла такие печеньки, у меня Богдан любит такие печеньки, и любимую нутеллу. Вот, как раз она с булочкой, любят кушать тоже на перекус. Так, что там ещё у меня? А, это мужа на работу, он берёт на работу, у них там кофейного аппарата сейчас нет, и он берёт на работу себе такие пакетики кофе заваривать. И у меня пришла посылка. Сейчас нет возможности в центр поехать в магазин с принадлежностями для ногтей, для маникюра, поэтому я заказала в почтовый автомат, сейчас у нас находится который в магазине, и сейчас посмотрю, всё ли прислали. Я заказывала базу, базу для гель-лака, она идёт цветная, такая розовенькая, у меня третий номер. Это My Magic фирма, здесь у нас в Таллине есть магазин, вот она такая розовенькая, и с ней хорошо, её можно и под обычный цветной лак, и хорошо с ней делать французский маникюр. И заказала, у меня закончился топ. Это последнее покрытие для гель-лака, вот топ обычный, прозрачный. Заказала такую втирку, вот, такая она розовенькая, такая она 2. Сейчас я буду менять батарейку в весах. У меня, если честно, уже ощущение, что весы врут, потому что, мне кажется, они уже сломались. Хотя эти весы довольно-таки дорого стоили, и они показывают ещё мышечную массу, жир, воду, вот это всё показывают, но это я не смотрю особо, я как-то не верю, что весы это могут узнать. В общем, и дети постоянно на них то прыгают, то бегают, то машинкой наезжают, этой большой. Поэтому, что-то у меня такое ощущение, что они уже не совсем правду говорят. Ну вот, посмотрим, сейчас батарейки заменим. Вообще, как это? Блин, батарейки запаковывают, называется, доберись как хочешь, еле открыла сейчас. Пошла ножницами даже не открыть. В общем, сейчас ставлю. А, в общем, советуют как? Так, советуют взять и взвешиваться, то есть каждое утро, и днём, и вечером. То есть, например, три раза в день. То есть, утром взвесились, написали на бумажке, да, себе, например, страдочку завели. Потом день ходите, ходите, уходите, взвесились днём, да, естественно, вес вырос, потому что вы покушали, да, попили там и так далее. И вечером, ну как бы на ночь. И взвеситься и тоже записать. И так каждый день. И то есть, вы взвешиваетесь вечером и утром, и то есть, этот вес не должен превышать, например, вчерашний вечерний вес не должен превышать позавчерашний или сегодняшний вечерний вес, да, или утренний. Значит, вы двигаетесь в нужном направлении, значит, вы идёте к похудению. То есть, а не так, что, например, сегодня вечером у вас вес, там, не знаю, 64, а завтра вечером у вас вес 64, там, ну не знаю, 500, да, значит, вы переели за этот день, значит, вы меньше занимались или больше съели. То есть, значит, у вас уже не идёт этот процесс жиросжигания, да, то есть, вот как бы вот так вот советуют. Сейчас я найду, где плюс? Плюс вот так. В общем, я попробую вот так вот сейчас сделать, как раз для этого купила батарейки в весы, потому что, как начинаешь худеть, какие-то проблемы с весами начинаются. То мне кажется, что они плохо работают, то по-разному показывают в разное место, если, да, поставишь на пол. Раньше эти весы были суперточные, то есть, я покупала, они... Сейчас помою их, а то они на полу стояли. В общем, раньше они были суперточные, эти весы, я не знаю. А теперь они показывают так же везде по-разному, как предыдущие мои. В общем, всё. Такой пшикалкой попшипаю, сейчас протру, которая для компьютеров, подходит для телевизоров. Вот я взвесилась. 63 500 показывают. 63 800 фотоаппарат. Ну что ты? Что ты всё мяукаешь? Сейчас я тебя кушать положу. В общем, это у нас полдвенадцатого дня. 63 500. Вот это, конечно, очень вкусно. Вот это пюре из цветной капусты с плавленным сыром и вот молоком. Это супер вкусно. То есть, кто худеет, делайте. Оно мало калорийно, очень мало калорий в нём. Там 80, что ли, в 100 граммах получается. И вот из правильного питания пока что я пробовала. Это самое вкусное. Я решила ещё вспомнить такое упражнение, ну, такое занятие, как зумба. Очень хорошо тоже сжигает жиры. Вот именно это занятие я люблю делать. Я уже выучила движение.